Цените в играх визуальную составляющую, графические технологии и арт-дизайн? А если я покажу вам игры 10-летней давности, которые способны в этом плане удивить? Именно для этого я собрал подборку игр прошлого, которые до сих пор смотрятся отлично. И если вы прошли все эти графонистые игры последнего времени, обратите внимание на этот топ. И еще одна ремарка. Здесь не будет очевидных блокбастеров, вроде GTA, Minecraft и пиксельных нестареющих инди. Про такие игры все помнят и без моего топа. Miros Edge 3D экшен, который отправит тебя в мир паркура и феерических сражений. Здесь имеется довольно приятная в своем исполнении графика, а также увлекательная сюжетная линия. Отправляйся в незабываемое экшен-приключение и сотри с лица планеты всех своих врагов. Здесь ты будешь играть с видом от первого лица. По ходу действия перед тобой будут показаны две руки с орудием. Но сражение ты сможешь увидеть и со стороны, что позволит тебе взять под контроль ситуацию, в которую тебе предстоит неоднократно попадать. Движение персонажа будет основано на замедлении, либо ускорении, что позволит тебе лучше проходить уровни сопротивления. Всегда смотри под ноги, так как на локациях тебя ждут различного рода испытания с ловушками и препятствиями. Не забывай, что во время функции замедления ты сможешь более четко выяснить ситуацию и применить многообразие боевых приемов в сторону своего противника. Держи равновесие, карабкайся по стенам, одолевай всех врагов и только тогда ты сможешь добиться поставленной цели. Crysis 2. Игра в стиле научной фантастики, которая является сторонником популярного жанра экшен-шутера. Сюжетная линия отправит тебя в начало 2023 года в город Нью-Йорк, который окутан жутким, быстро распространяющимся вирусом. Этот самый вирус имеет инопланетное происхождение, поэтому вакцину от него придумать практически невозможно. Данная часть игры понесла за собой несколько изменений, как в плане графики, так и в плане игрового процесса в целом. Здесь у тебя будет полная свобода действий и проходить ту или иную локацию ты будешь сразу несколькими путями. Старайся продумывать ход действия, чтобы не оказаться в ловушке, а также не пополнить ряды зараженных. Кроме того, мир, в который ты попадаешь, приобрел значительные размеры и готов к своему исследованию. По ходу действия ты будешь находить различные полезные предметы, которые позволят тебе выполнить то или иное задание. Отправься на совершение завоевания и приведи мир в порядок, подарив ему процветание и яркие краски, избавив от жуткого вируса. Bioshock Infinity – отдельная история, которая относится к популярной на весь мир серии игр, которая основана на отличном движке. Именно движок дает тебе возможность окунуться в максимально реалистичную обстановку и пройтись по интересной сюжетной линии с массой непредсказуемых событий. Ты отправишься в 1912 год, где США стали самой великой страной, где символ величия является город Колумбия, способный к полету. Но вдруг случается ужасное, и по неизвестным обстоятельствам порхающий город незаметно исчезает. Тебе предстоит сыграть роль бывшего детектива, который отправляется на расследование, дабы раскрыть все тайны, покрытые мраком, и постараться вернуть остров. Главная твоя задача во всей истории – найти девушку, которая всю свою сознательную жизнь была в заточении у колумбийцев. В игре необычная атмосфера, которая будет держать тебя в напряжении на протяжении всего времени. Как только ты попадаешь на летающий остров, сразу узнаешь, что здесь творится что-то жуткое, а страна погружена в темный мрак. Город красив собой, но внутри себя он хранит страшные тайны, которые тебе необходимо раскрыть ради спасения. Journey – трехмерный игровой проект в жанре платформера. Здесь тебе предстоит отправиться по бескрайнему миру на встречу приключениям. Атмосфера в игре чарующая, что позволит тебе с головой в нее окунуться. Игра отличается своей уникальной визуальной прорисовкой, а все это здорово дополнит музыкальное сопровождение. Ты возьмешь на себя исполнение роли профессионального исследователя, который намерен раскрыть самые заветные тайны пустынной местности. Пустыня здесь образовалась после того, как исчезла очень древняя цивилизация. На раскрытие забытых секретов этой цивилизации и отправится наш главный герой. Сидел в том, что жившие здесь люди оставили множество интересных строений после себя, которые вводят в шок даже современных строителей и архитекторов. Вдали этих сооружений виднеется достаточно высокая гора, которая излучает свет. Но, как оказалось, добраться до нее не так уж и просто. Прежде чем пройти к поставленной цели, тебе предстоит пробраться через множество различных сооружений и разгадать мрачные секреты. Игра позволит тебе пройти это захватывающее приключение как в одиночку, так и с другими игроками, с которыми ты здорово проведешь время. Tomb Raider – это перезапуск серии, повествующей о приключениях Лары Крофф. Судно, на котором плыла команда девушки, потерпело крушение. На острове ее берут в плен и оставляют привязанной в пещере. Искательница приключений освобождается и отправляется искать членов экипажа. Перед геймером открывается обширный мир, разделенный на несколько локаций. В каждом месте спрятаны артефакты, записки и другие полезные вещи. Труднодоступные места поможет добраться паркур. Героиня карабкается по стенам, перебирается по тросам, планирует на парашюте и так далее. Не всегда подобные трюки проходят успешно. Опасность подстерегает на каждом шагу. Героиня может сорваться и упасть в пропас. Угодить ногой в медвежий капкан, столкнуться со стаей волков. И все в таком духе. На пути попадаются лагеря, которые служат точками сохранения. Здесь можно отдохнуть, посмотреть сюжетное видео и распределить очки навыков. По мере прохождения героиня повышает свой уровень, набирая опыт за убийство, найденные вещи и выполнение миссий. За новый уровень дается одно очко умений, прокачивающее одну из веток навыков, такие как охотник, воин и мастер выживания. Total War Rome 2 нам позволяет сыграть за одного из трех последователей Цезаря. Это Октавиан, приемный сын бывшего правителя, который обязан стать властителем Рима. Марк Антоний, верный друг Цезаря и лучший военачальник. И Лепет, человек, из-за которого Цезарь добился всеобщего признания. После того, как Цезарь был убит, внутри Римской империи разразился хаос. Внешняя политика империи сохраняла должное равновесие, в то время как внутри происходила гражданская война, а территория поделилась на три части. В игре можно обзавестись союзниками и нанести последний удар по великой державе, чтобы встать у ее руля. Но будьте готовы, что ваше величие и мощь могут стать предметом зависти для искусного интеллекта противника. Он может предать вас, резко отступить во время осады и захватить ваши поселения. Развитие собственного города подразумевает политическое, боевое и экономическое представление Римской империи того времени. Поэтому в одиночку создать новое государство будет невозможно. Помимо общей цели всех врагов о имени Рима, вы будете враждовать с другими фракциями. Создавайте империю, в которой вы можете пресекать интриги, тайные встречи политиков, дебош и разруху внутри идейной мысли горожан. Fear. Культовый шутер с видом от первого лица и вкраплениями хоррора мотивов в свой геймплей. Игра получила массу восторженных отзывов как от критиков, так и от игроков. И навсегда вошла в историю жанра шутеров, как один из наиболее пугающих боевиков. В отличие от многих других ужастиков на выживание, здесь мы берем на себя роль бывалого вояки, члена команды специального назначения, под кодовым названием Fear. Нас отправляют на секретное задание в составе командов сослуживцев, с целью наведения порядка в пределах лечебницы для душевнобольных особого контроля. В ходе этой операции все участники элитного подразделения погибают ужасной смертью. Волею и судеб в живых остается лишь только наш протагонист. Жуткая атмосфера, неуязвимые и потому пугающие до дрожи в коленях антагонисты, динамично развивающийся сюжет, кровавые перестрелки в узких проходах. Вот что вывел эфир в свое время на передовой жанр шутера с элементами ужасов. Аркай 3. Третья часть феерической и популярной на весь мир игры, которая поведает тебе не новую историю о трех неразлучных друзьях, которые попали в гущу страшных событий, о которых тебе расскажет сюжетная линия. Со дела в том, что наши главные герои решили немного отдохнуть от суеты и отправились на небольшой по масштабу тропический остров, где собирались отлично провести досуг. Но не тут-то было. Поначалу все казалось замечательно и ничего не предвещало беды. Но в один жуткий момент друзья столкнулись с бандой жестоких пиратов, который возглавлял безумный Ваас. Теперь на свои плечи ложится ответственность за жизнь главных героев, где ты будешь делать все возможное, чтобы выпутаться из этой ситуации и вернуться домой целым и невредимым. Вокруг выводят пираты и местные повстанцы, которые готовы на любые действия, чтобы лишить тебя жизни. Сможешь ли ты справиться с поставленной задачей или упадешь от лапковарных соперников. Все зависит только от твоих действий и принятых решений. Borderlands. Это шутер от первого лица с открытым миром. Событие происходит в далеком будущем, когда человечество успешно колонизирует солнечную систему. Открыта новая планета Пандора. Элитная группа воинов отправляется на ее поверхность с исследовательской миссией. По слухам, в ней содержатся особо ценные природные минералы. Колонисты прибывают на Пандору, но понимают, что здесь нет ничего, кроме кучи мусора. Лишь небольшой группе людей удается покинуть Пандору и вернуться домой. Остальные обречены на выживание на пустынной планете с ограниченными ресурсами. И вы один из них. Возьмите оружие, разбейте лагерь и отправляйтесь на поиски еды, лекарств и пресной воды. Возглавьте свой собственный отряд выживших и приведите его к господству в этом хаотичном мире. Portal 1. Крутая в своем исполнении компьютерная игра, которая позволит тебе окунуться в довольно необычный мир, где все действия происходят с видом от первого лица. Сразу необходимо уточнить, что здесь тебе придется применить массу усилий и включить на полную свою смекалку и логическое мышление. Весь мир, куда попадает твой главный персонаж, основан на головоломках, разграть которые будет не так уж и просто. В твоем распоряжении будет находиться специальное ручное устройство, которое отлично сможет тебе помочь в прохождении. Именно это устройство поможет тебе открыть многочисленные порталы и телепортировать как самого себя, так и всевозможные предметы. Ты сыграешь роль девушки, которую зовут Чел. Она является подопытной некой лаборатории, находящейся в мощной корпорации, выбраться из которой ну очень непросто. Как итог я рассмотрел 10 игр прошлых лет с довольно хорошей графикой для своего времени, которые актуальны и по сей день. А какие вечно зеленые игры посоветуете вы? Пишите об этом в комментариях. Только давайте без Skyrim'а сотней модов на графику. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а на этом все, спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!